Боинге 737, поступившие в воздушный парк авиакомпании «Россия», получили имена Жириновского и Державина. Самолеты были выпущены в 2018 году и с того момента летали в индонезийском лоукостере. В эфире «Все включено» и мы начинаем. Япония планирует внедрить визу цифрового кочевника. Документ позволит находиться в государстве более трех месяцев. Сейчас для пребывания дольше 90 дней необходимо оформлять рабочую визу и заключать трудовой договор с японской компанией. Авиакомпания, к слову, Japan Airlines предложила туристам арендовать одежду вместо перевозки в багажа. Заказать вещи можно в срок до месяца, до начала поездки. Суть проекта – снижение количества выбросов. Шикарная Мексика заявила о готовности внедрить платежную систему «Мир». Власти России пока не предлагали распространить зону покрытия карт на Мексику. Но страна открыта к переговорам, заявил посол Мексики в России. Вслед за Сочи сильные ливни обрушились на Гагру в Абхазии. Движение поездов между Россией и Абхазией приостановлено. Электропоезда «Ласточка» курсируют по графику только до Гагры. Не только небо, но и море разбушевалось. В регионе объявили штормовое предупреждение. Пляжи закрыты практически на всем побережье, как минимум до 11 июля. В Анапе запрет на купание собирались снять. Однако, по сообщению мэрии города, курорта, красные флаги на пляжах все-таки будут еще развиваться. А вот на курортах Красного моря не будет сплошного защитного барьера от акул. Идею не поддержали экологи. К тому же защитные сети обрастают водорослями и приманивают рыбу, а значит и хищников. Грузия в декабре планирует получить статус кандидата на вступление в ЕС. Грузия уже выполнила все 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения этого статуса. Решения будут принимать в Брюсселе. Ну и немного новостей со всего мира. Хари Чандрагири, который работает спортивным инструктором в армии Непала, попал в Книгу рекордов Гиннеса, продемонстрировав в необычайную силу скорость и чувство равновесия. Ему нужно было спуститься по 75 ступеням храма на руках, не касаясь ступенек никакой другой частью тела. Сделать это нужно было максимально быстро, и Хари справился с испытанием, потратив на все 25,03 секунды. Многие очевидцы мирового рекорда отметили, что он, продемонстрировавший мастерский контроль над собственным телом, действовал так, как будто подобный спуск дался ему очень легко. Но это, конечно, неправда. Спускаться на руках по ступенькам – это и сложно, и опасно. Зато теперь рекордсмен может принимать поздравления. Ни одной сверхдорогой экстремальный тур не отменен после катастрофы Титана. Гибель батискафа не только не отпугнула сверхбогатых от необычных путешествий, но и спрос даже вырос. Об этом изданию «Инсайдер» заявил основатель туристической компании, также специализирующейся на экстремальных турах для вип-туристов. Более того, компания в свое время предлагала и туры совместно с Ocean Gate – то самое погружение к Титанику. Причем некоторые клиенты начали новые обсуждения проектов, правда, наземных. Итальянский перевозчик «Трейн Италия» собирается использовать поезда на батарейках, а они не будут подключены к проводам. Всего таких планируется заказать 135 штук. А вот в России к концу года ждут повышения цен на авиабилеты на 30% из-за роста ставок на лизинг. Вы смотрели все, включено по большему путешествию, пусть и на родных просторах. Увидимся до встречи жаркого лета. И захватывающих дней. Адьос!